Доброго вам времени суток, дорогие друзья! Здесь, на Ческаме, Алексей Ермолинский с вами говорит. Ну что ж, подошел к середине пути в матч на первенстве мира среди женщин между Зюй Винзюнь и Александр Горячкин. Я поговорю сегодня о партиях 5 и 6, но большинство времени, наверное, идет на пятую партию. В общем, где мы расстались? Расстались мы на трудной ноте для российской шахматистки. Она проиграла четвертую партию и, в общем, задавались вопросы, как будет ее стратегия надежности работать дальше. Напомню вам, что Александр, в общем-то, имел перспективные позиции, наверное, в матче владел инициативой. Но некоторые решения были слишком академичными и, в общем, поэтому шансы на выигрыш были упущены в двух партиях. Ну вот пятая партия, опять с белыми. И немножко другой порядок ходов. Значит, теперь идем через английское начало, но здесь вот есть ход Е4. Ну, в общем, ничего здесь нового, конечно, нет. Черные могут отвечать С5. На что белые двигают пешку вперед на Е5. Там интересные партии были. Вот, между прочим, буквально, когда это было? Вчера. Даниил Дубов сыграл очень интересную партию белыми против Владислава Ковалева. Там Тата Стил в Вейконзее. Ну, в общем-то, Д5, конечно, более классический ответ. Наверное, он ожидался. Китайская шахматистка, она ставит по классике. Она отличается, в первую очередь, с сильной позиционной игрой. И Александра, и ее тренеры подготовили такой вариант. Взятие на Д5. Ну, раньше чаще игралось Е5. Тогда черные играют Д4. Вот здесь у нас такие размены происходят. Но эта позиция до сих пор актуальна, конечно. Иногда белые получают перевес. Так, ферсток на Ф6 стоит неудачно. Но работают черные тоже много. И иногда им удается найти пути к уравнению. В эту дискуссию Александр решил не ввязываться. И применил вариант, который более модный. Наверное, просто даже несколько лет назад он неизвестен был. Может быть, дальше этого хода никто не двигался. Но опять же, скажу так, что были когда-то времена, не поверите. Хотя среди моих зрителей могут быть такие, которые помнят еще. Когда шахматиста неплохой отправился на турнир, так скажем, достаточно сильный. Скажем, полуфинал чемпионата страны. Встречаться с гроссмейстами и другими сильными мастерами. А в качестве дебютной подготовки у него была книжечка одна с собой. Называлась она «Курс дебютов». Василия Панова. Или Панов и Эстрин. Ну, кто-то вот. Ну, и там вот варианты так вот и заканчивались. Ну, если белые сыграют так, тогда конь Е4 с равенством. Точка. Ну, что ж. Ну, в общем, для того времени, может, этого и хватало. Ну, может, и сейчас бы хватило. Но направление сейчас другое. Люди рассматриваются и идут намного глубже. Смотрят до конца. И вот это один из вариантов, который, как говорится, подняли. Начали смотреть повнимательнее и обнаружили, что вот эта позиция. Только вот надо правильно сыграть Д3. Вынулить этот разбит. Что вот эта позиция, в принципе, для белых привлекательная. Понимаете, хоть слон, конечно, и стоит на Ф5. Ну, то есть он не заперт, как во французской. Но, тем не менее, все-таки пешка на Е5 представляет из себя большую силу. Отсутствие пешки Б может белым позволить создать какое-то давление на ферзовом фланге тоже. Наверное, белые просто пойдут с вон Д3, разменяют этого слона, рокируются. Ну, и вообще, посмотрят, как черные будут уравнивать. С этой точки зрения, на мой взгляд, в этой позиции, самый принципиальный ход за черных, это пойти в С4. Так Накамура уже, по-моему, четыре раза играл. Правда, в основном партии проходили в Блиц, он с Дудой играл. Вот здесь, на Чусками, когда у них был матч по быстрым шахматам. Но ход очень принципиальный. Вот мне кажется, что в таком ключе вот именно Сюя должна была действовать. Это ее игра. Ну, я не скажу, что Горячкина была не готова, но наверняка не смотрели С4. Но, тем не менее, здесь смотри-не смотри, но все-таки за всем не углядишь. Игра затянется, и мне кажется, что вот здесь, наверное, был для китаянки шанс. Она пошла по теории, пошла Ферзе опять, но это знакомо. Здесь С4, так уже было в партии Яна, не помнящего, с Анандом на Олимпиаде в Батуми в 2018 году. Ну, черные рискуют, конечно, да, ходят Ферзем взад-вперед, центр открывается. Но смысл того риска в том, чтобы вот именно избежать просто слегка худшей позиции. Здесь, как говорится, ну, если конкретно у белых не срастется, то черный уравняет. Ну, вот слон Е4. А Нанто играл слон Е6. Старый боец, более опытный. Пошел здесь Владиа С8. Ну, вот непросто, да, то есть бить не хочется, потому что все взятия помогают черным слонам выйти на активные позиции. Ян пошел к Г5, отдал эту пешку сразу. И сыграл Ладья Б1. Ну, позиция у белых была очень хорошая. Однако преимущество развить не удалось. Не знаю, каким причинам, но... Может быть, это вот... Может быть, так оно и есть. Может быть, у черных достаточная контр-игра. Хотя выглядит за белых неплохо. Партия тогда закончилась ничью. Повторяю, это был непомнящий против Ананды. Что не устраивало Сювензю, неизвестно. Никто не знает. Она применила новое продолжение слон Е4. Ну, честно сказать, что... Вообще, по дебютам пока возникают очень серьезные вопросы к подготовке к китайской шахматистке. Впечатление такое, что в дебютах она плывет. Саша готова намного лучше. Это отражается на показаниях часов. Правильно, взяли пешку. Ну что, я подумал, может быть, при более активном положении слона, стоит его проверить ход ферзь С8. Ну, вот такого рода позиция. Ну, наверное, ее можно посчитать, да? Тут ходы, в принципе, ну, можно сказать, даже вынужденные. Наверное, включаю этот, по большому счету. Идем вперед. Ну, скажем, да, вот черные возьмут и так. Ну, ничья ли это? Вот раньше сказали бы, вот разноцветные слоны, ну, тут уж точно ничья. А вот разноцветные слоны при ладьях произошла серьезная переоценка ценностей. Мы об этом говорили еще при разборе первой партии матча. Мне кажется, неприятно здесь черными играть. Слон А6, конечно, король Е3. Ну, вот пешка С, конечно, блокируется. И белые начинают угрожать как-то вторгнуться ладьями там в расположение черных. Для этого есть линии D и B. Не уверен, в общем, не знаю. Думаю, что это все-таки еще не уравнение. А когда сегодня пошел А9С8, тут появился такой ход. Тут еще очень интересно было КНЖ-5. Но это стоит с компьютером посмотреть. Тут есть очень любопытные варианты. По-моему, белые везде стоят лучше. Ну, и С, вон, G5, наверное, было неплохо. В общем-то, Александра... Ну, она играет в своем ключе. То есть, совсем в осложнение она не лезет. Все-таки она любит, когда в игре есть здоровая позиционная основа. И здесь вот она давает от шаг. Ну, разумеется, белым нужно будет решать проблемы развития. А для этого, ну, чтобы легче было, надо бы ферзеризм. Ну, и все соглашается на это. А это не стоило. Надо было пойти в А9С6. По-игротски. Ну, вот на данный момент матча, мне кажется, что вот что-то просто отсутствует в игре. Ну, после такого хода она рокировалась бы. Все-таки белым пришлось бы решать проблемы. Я понимаю, что Александра Шахматистка волевая, молодая, сильная. Наверное, бы их как-то решила. Но пришлось бы поработать. А здесь все пошло, как говорится, в одни ворота. Шаг. Но опять же, вот насильственные меры иногда нужны, чтобы перевомить течение борьбы. Мое предложение. Пойти к А9С6, отдать все. Все отдам. Пойду вперед, королем. И конем. Ну, кстати. Вилка грозит на С2. Еще пойду вперед. Все пешки буду забирать. Белых ладей пока не в игре. Мне кажется, у черных шансы. Король Е6. Но здесь уже Александр не отпустил. Очень сильный ход сделал. Конь Ж5. И А4. Ну, теперь трудности с королем. Там можно и мат получить. Кстати, даже и в Эншпале. Такого рода вещи бывают. Слон до 3 шаг. Поэтому выхода не было. Пришлось взять. Здесь белые выигрывают качество. Ну, вот здесь с чего можно начать. Во-первых, позиция не такая ясна. И многие бы на месте Саши, ну, как-то расстроились бы, что ли. Ну, как я вот так здорово играл, а тут качество выигрывал. Борьба еще вся впереди. Вот в этом отношении проблем не было никаких. То есть, она собрана, продолжила борьбу. И выбрала вот этот ход рокировка. Хотя многие сыграли бы король Д2. Но как-то короля перед пешкой, да и потом, ну, все-таки Эншпаль. Ну, наверное, можно было, да, так вот сыграть. Но здесь... Наверное, проблема в том, что значительно труднее вынудить размен черного свона на белого коня. Что вот в вариантах после короткой рокировки ей удалось вынуть. Вот так вот было сыграно. А3, и теперь Шах. Ну, да, вот здесь конь на Е7, конечно, стоит неудачно. Поэтому отрываться как-то от него королем не хотелось. А иначе... Ну, тоже у белых там, в принципе, совершенно конкретная игра с ладья Д1 и нападением на эту пешку. Вместо того, чтобы пешку блокировать, Д, Александр решил ее выиграть. Но вот не удалось. Ценой размины черные ее защитили. Дальше... Интересная игра на королевском фланге началась. Здесь ход ладья БТ-7 очень принципиальный. Наверное, многие шахматисты предпочли бы ладья Д1. Ну, так, чтобы убедиться, что эта пешка все-таки далеко не идет. А потом уже забирать на Ф7. Ну, вот такое решение было принято. Все базировалось на ходе ладья Ф3. Этот ход необходим, чтобы ладью привести назад. К защитим. Потому что черные уже начинают угрожать привести коня на Б2 или там ладью на Ц1. И атаковать эту белую ладью на Д1. Но все срастается. Ладья Ф4. И здесь забуксовала чемпионка мира. Она была в цитноте. И как-то в панике вернулась конем назад на Ц6. Конечно, нужно было продолжать конь Ц4. Тогда, я думаю, планировался такой ход. Пока еще конь Б2 нет. Поскольку ладья Д4 и взятие пешки. Поэтому черным надо напасть на эту ладью. Теперь пойти конь Б2. Ну, вот что у нас возникает. Возникает у нас ладья на окончании. Вполне возможно, что чемпионка мира решила, что это не годится. Поскольку заметила, что в случае король Д3 у белых есть такой отбрасывающий шаг. Отбрасывающий черного короля. Ну, и теперь, в общем, белая пешка приходит в движение. И вследствие этого она бросила весь вариант и сделала другой ход. Знаете, так бывает. Особенно в цитноте. Смотришь, смотришь, один вариант уже. Ну, не получается вот до конца. Ну, вот не срастается. А время закончилось. Ну, и делаешь тогда другой ход. А другой ход-то может оказаться совсем плохой. Так часто и бывает. В реальности надо было, конечно, на эту позицию пойти. И забрать спокойно на А3. Ну, бог с ней с пешкой Д2. Ну, не получилось. Ну, контр-игра будет продолжаться. Пойдет вперед пешка А. Такого рода окончания очень непростые. Для белых-то идеально было бы иметь короля там, где ее пешки стоят. То есть, на королевском флангу. Там надо держать короля. Ладьёй как-то бороться с пешкой А, держать сзади. И в последний момент, может быть, на один где-то отдать. Но вот пока фигуры стоят далеко не так. Понимаете, у черных очень-очень активный король. Просто поддерживает пешку А, движение вперед. Я посмотрел, ну, буквально несколько ходов. Но уверенности нет, в общем, что белые выигрывают. Однако же, после хода конца 6, уже Александр подвела фигурки. Очень она спокойно, хладнокровно действовала. Сюда пошла. Одну пешку забрала. И после точного шаха, другую пешку не отдаёт. То есть, отдаёт на А3, но ценой пешки Д2. Прекрасная техника была продемонстрирована. Выровняла пешки, теперь нападает на пешку А. Ну, в общем, теперь черный король разрывается просто. Потому что надо бы коня защищать, без которого потеряется пешка на Д2. Но ведь за пешкой Ф тоже надо смотреть. Прибегнула к тактике чемпионка мира. Рассчитывает на взятие, чтобы потом вилку сделать с Б1. Но этого не произошло, конечно. Очень техничный шаг. И Ф6. Здорово. Черный рассчитывает каким-то удивительным образом догнать эту пешку с Е6. Удивительно просто, да. На Д2-то бить нельзя. Но вы смотрите только. Можно даже с шаха начать. С такого хода. Потом взять, а пешка догоняется с Е6. Но это все уже не получается, поскольку их в однокровно действует Горешкин. Пошел А1-4, отняла это ключевое поле. Ну и, в общем, здесь все кончилось. Замечательная победа. Валевая правильно был избран. В общем, я вот посоветовал в предыдущем своем видео, что Саше, наверное, придется немножко открыться. Но вот она в дебюте приоткрылась. Создала такую более динамичную позицию. И очевидно, что и готова была лучше. Ну, в общем, хорошая победа. Вот шестая партия как-то из обоймы вот этих партий, когда белыми играет Сювензио, не вышла. То есть, опять же, несколько невнятная была трактовка дебюта. Ну, опять вот этот Е4 пошла. Удивительно для меня. Все-таки я думаю, что во второй плане матча мы со стороны Сювензио не видим, наверное, больше Д4. Трудно представить, что здесь что-то можно найти за белых. Это все уже очень много раз игралось. И хотя А4, ну, какое-то, можно сказать, новое веяние. И вот знаете, что удивительно? Посмотрел по базам. Ну, вот в этой конкретной позиции это, ну, база там Гроссмейстов, в общем, международных мастеров, в общем, специальная такая база сильных шахматистов. То есть, туда, там партий не так много, там, даже трех миллионов нет. И что получилось? Ну, белую парочку выиграли где-то там. Ничьих очень много. А победа черных одна была. Цукерторт выиграл Устейнсу. Ну, в принципе, в задачу Горячкина не входила обязательно выигрывать вторую подряд. Главное было поставить крепко, но она и поставила. Ну, вот, опять же, чего-то не хватает в игре чемпионки мира, вот, в этом матче пока. Ну, собственно говоря, хорошо. Если она хотела пойти Ц4, ну, что сразу-то не пойти? Ну, трудно представить, честно говоря, чтобы черные стали брать. Малоевероятно. Давать белым динамику. Я думаю, что был бы сделан все равно ход Ц6. Ну, тогда можно было, если ее уж так хотелось, запереть там центр и вообще все запереть. И перевести ладью на Е3. Но это было бы, по крайней мере, быстрее, без потери темпа. Хотя, я думаю, что у белых все равно особо ничего нет. Так она еще и в Б3 пошла. В общем, партия совершенно уравнялась. И где-то вот в районе 30 какого-то хода черные начали потихонечку давить на выигрыш. Но с таким опять очень большим запасом и с разменами. Это произошло сразу после контроля. Но, объективно говоря, позиция, конечно, мертвая ничья. Но дальше больше. Вот эта позиция возникла после 57-го хода. На стороне черных академическое преимущество. Коня перед слоном. Но слон вполне в состоянии защитить Б4 или Д4. Как бы там на них не допадали. А белый король, естественно, черного короля вперед не пропускает. Ну, то, что это ничья, я думаю, что можно было убедиться без того, чтобы сделать 49 ходов. Ну, продолжает Саша вот это свое... Ну, опять же, я не знаю для кого. Или это игра на публику. Неужели она действительно вера? А может быть, выводит противника из себя, не выходя за рамки законности шахматной. Ну, как говорится, не мне судить. Я не знаю. Ну, к разным это может привести последствиям. А вдруг чемпионка мира все-таки разозлится. Подумает, что это такое за девчонка такая молодая. Приехала ко мне домой в Шанхае и играет такую позицию. Топчется на месте 50 ходов. Вот и я теперь покажу. Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что в матче развивается интрига. Соперницы сейчас... Несколько дней у них есть отдохнуть. Дорога, в принципе, не такая дальняя из Шанхая в Владивосток. Смена часовых поясов незначительная. Ну, и там пару часов еще. Еще дальше. Дальше туда, на восток. И я думаю, организовано все будет отлично. Очень жаль, что лично я сам не удалось посетить. Такое было бы зрелище, конечно. Но ничего, буду работать из дома. Не знаю, сколько еще видео я сделаю на эту тему, но сделаю еще. Спасибо за внимание, дорогие друзья. И прощаюсь с вами. Гроссмейстер Алексей Ермолинский.